Казахстанские ученые выводят растения, адаптированные к суровому столичному климату. Деревья из европейских лесов и представители флоры, занесенные в Красную книгу. Все это в скором времени можно будет встретить на улицах города. Подробнее в материале нашего корреспондента. Порой среди одинаковых, на взгляд обывателя, деревьев и кустарников таится настоящая экзотика. Растения, которые привезли из разных уголков мира и других регионов Казахстана, соседствуют с исчезающими представителями флоры. Для того, чтобы вырастить такой даже самый крошечный саженец, потребуются усилия целой команды ученых. Наша основная задача и цель – это использование специальных биотехнологических методов размножения растений, которые иначе плохо размножаются. То есть, либо это редкие растения, и там трудно собрать много семян, либо это растения, которые размножаются только вегетативно, и у них нет семян. Это яблони сиверца. Сиверца – это родоначальник всех яблонь. Вначале ученые берут побеги с так называемого материнского растения. Затем саженец проходит через оранжерею и теплицу. После этого его высаживают в открытый грунт. Порой попадаются особо интересные образцы. Тополь два вида мы размножаем путем микроклонального размножения. Это тополь серебристый, тополь боле. Это тополь пирамидального, растет пирамидально, не дает пуха. Мужские экземпляры тополя очень красиво растет, быстро растет. Вот это семена березы. Они у нас были собраны 4 сентября 2020 года. Семена, полученные такими способами, полностью здоровы. Они не заражены ни вирусами, ни бактериями и очень живучи. Некоторые были привезены из-за рубежа или из других областей Казахстана. Однако приезжим потребуется не один год для адаптации в столичном климате. Уже есть интродуценты, которые были посажены в прошлом году в виде опыта. Весной этого года при распускании листьев мы проведем инвентаризацию, определим их зимостойкость. Дальше мы будем определять ежемесячно их фенологию. И мы можем сказать, что эти растения хоть в какой-то мере смогут в дальнейшем у нас произрастать. Об успешности переселения и адаптации растений можно будет говорить лишь после того, как появятся первые плоды и семена. Но уже сейчас некоторые завезенные представители флоры успешно произрастают на улицах столицы. Анна Шелгина, Айгерим Бабиш, Диаско Вланбаев, Хабар, 24.